Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Филиппеня и наконец-то, наконец-то, долгожданный бренд австралийских гитар Мэйтон добрался и до наших широт. И сегодня мы постараемся сделать небольшой обзор одной из гитар специально для вас. Погнали! Мэйтон, австралийский семейный бренд с 1940-х годов, базируется в Мельбурне. В разные времена на гитарах Мэйтон играли Джордж Харрисон, Джон Фогерти, Бен Харпер и Джек Джонсон, Кит Урбан и Джон Батлер. И этот список можно продолжать долго, но я добавлю только одно имя. Любимый всеми дедушка Томми Эммануэль говорит про серию этих гитар примерно следующее, что выбор музыкального инструмента это лично дело каждого музыканта. Он играет на гитарах фирмы Мэйтон, потому что, по его мнению, там стоят самые лучшие звукосниматели на сегодняшний день. И он играет на этих гитарах не потому, что настроились, а потому что, по его мнению, это прекрасный баланс качества сборки, звукоснимателей и микрофонов. Именно его подписной электроакустической гитарей Мэйтон и BG808TEC посвящен сегодняшний обзор. Неважно, молодой ты гитарист, либо гитарист со стажем, либо ты просто коллекционер, который просто любит хорошие вещи. Эта гитара, безусловно, подойдет каждому. На ней можно исполнять от кантри до джаза, от поп-музыки до рока. Гитаристам, практикующим фингер-стайл, можно вообще не рассказывать про этот инструмент, они знают о всех плюсах и минусах этой гитары. Она прекрасно ведет себя как на студии, так и на живых концертах. Ну что ж, давайте попробуем распаковать этот прекрасный инструмент. Итак, друзья, первый бонус, который мы имеем. Гитара к нам приходит в жестком кейсе, черным, красивейшим, с фирменным логотипом, с золотистыми, золотистыми вот такими, тоже с логотипом Мэйтон, замочками. Здесь имеется фирменный логотип. Короче, чехольчик зачетный. Открываем. Богатство красок видим. Золотисто-желтый цвет, сочетание с черным. Дорого-богато. Друзья, пройдемся по дереву. Верхняя дека выполнена у нас из ситхинской ели. Обечайка и задняя дека, это у нас квинсленский клен. Гриф у нас тоже клен, с черной накладкой. Нижний порожек из кости, верхний порожек точно также из кости. Колки у нас стоит грувер, вообще не переживаем по этому поводу. Что мы видим еще? Под нижним порожком располагается пьезодатчик. Рядом с пьезодатчиком расположены два шестигранника, которые отвечают за прилегание порожка к пьезодатчику. То есть, если вам не хватает или, наоборот, очень много низких либо высоких частот, вы можете ослабить примыкание порожка к пьезодатчику, лишь чуть-чуть повернув ключом шестигранники. Но производители поставили наклейку, что лучше эти вещи не трогать. Нижняя накладка под розеткой. Вокруг розетки у нас идет аккуратненький скромный черный узорчик, который переклетается с узором, который идет вдоль обечайки гитары. Крепление для ремня, электроника, к ней мы перейдем немножко позже. На двенадцатом ладу у нас аббревиатура трех букв Certified Guitar Player. Именно этого титула был достоин Томми Эммануэль по мнению Чета Эткинса. Сам логотип Мэйтон. Кенгурешка. Кенгурешку все помним. Австралия. Кенгурешка. Лиса горят. Кенгурешка подбегает. В одну руку ель. В другую руку клен. Побежала на Мэйтон. Сдала. Все. Прекрасно. Всех спасла. Переходим к электронике. Три ползунка. Самый верхний ползунок уровень громкости гитары. Следующий ползунок у нас treble. Высокие частоты. И бас. Низкие частоты. Именно среднюю частотную характеристику они вывели почему-то вот такой вот уже крутелкой круглой. Рядом располагается эффект, который называется FQ. Сверху располагаются две таких вот крутелки. Одна отвечает за микрофон, другая за пьезодатчик. Вы сможете сделать себе любой баланс микрофона и пьезодатчику по вашему желанию. Отдельное спасибо. Отдельно. Вот чисто вот от меня. Для батарейки. Прекрасный, удобный. Удобная такая открывашка. И друзья, смотрим. Ни крона. Ни крона. Две батарейки типа АА. Которые и вроде как стоят даже дешевле. И, как уверяет производитель гитар, служат дольше на концертах. Все удобно. Засунул. Достал. Поменял. Засунул. Достал. Поменял. Засунул. Достал. Поменял. Вы поняли. Все. Джек располагается на левой ляшечке гитары. Все стандартно. Все красиво. В руках эргономично. Удобно. Все прекрасно. Маленьким, но приятным бонусом идет вместе с гитарой струны эликсир, которые уже стоят на гитаре. Приходят к вам. Все прекрасно. Знаем. Струны эликсир в обмотке. Долго стоят. А потом дальше вы уже сами. Дальше сами раскошеливаетесь и покупаете. Ну что, первое впечатление после игры на гитаре – это действительно баланс низких и высоких частот. Он действительно соблюден каким-то правильным образом. Это достаточно звонкий инструмент, отвечающий на нюансах пиано, на нюансах форта. Это в первую очередь, чего многие гитаристы ждут – это действительно строевич. То есть ты берешь аккорд, а он как бы строит на седьмом, на двенадцатом ладу. Все прекрасно. Прекрасная обертоника. Замечательный сустейн. Да во! Что тут еще говорить? Ну серьезно. Замечательный сустейн. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok